Вперед, Балтийцы! Вперед, Балтийцы! Как рестартовать и сделать это красиво. И хотели как-то совместить это с какой-то юбилейной цифрой для нашего клуба. И вот подумали, что Макс Тишкин и его сотый матч это будет идеальный случай. Форт номер 5. Памятник оборонительного зодчества и военно-исторический мемориальный комплекс. Это один из 12 мощных фортов, которые располагались по периметру кольцевой дороги вокруг Кёнигсберга. Форт номер 5 был построен в 1878 году и получил название Король Фридрих Вильгельм III, правление которого пришлось на трагические для Пруссии годы войны с Наполеоном. Представляет собой вытянутый по фронту шестигранник. Центральное сооружение размером 360 на 180 метров, окруженное водным рвом шириной 20-25 метров и глубиной 3-5 метров. Макс, как ты считаешь, исходя из этой исторической заметки, можно ли провести какие-то параллели между пятым Фортом и Максимом Тишкиным? История войны и спорт это, конечно, совершенно разные вещи. Но если брать глобально, то, конечно, нет. А если детально, то в каждой сфере есть свои сложности, свои трудности. Поэтому, наверное, я еще не сдался до конца. Но ты как Форт, ну, ты же понимаешь, да, аналогию, то, что столько боевых ранений у тебя. А как считаешь, почему это приключается постоянно с тобой? И, по-моему, три или четыре у тебя были и травмы головы, и всегда ты уходишь с рассечением, с фингалами. С чем это связано? Ну, в Балтике, наверное, только 3-4 рублей. А так, наверное, такие травмы, характер таких травм присутствует у меня. По истечению всей футбольной карьеры. Поэтому, с чем связано? Ну, наверное, то, что я привык идти до конца, невзирая на какие-то нюансы, на результат. Я думаю, связано лишь только с этим, что есть внутри меня характер, который не сдается. Ну, то есть ты, грубо говоря, если бы сейчас была, не дай бог, какая-то война условно, ты бы один из первых прыгал. Раз мы уж в таком месте находимся, слева-справа пушки, я думаю, что да, в любом случае, защищал бы свою родину, своих родных, близких, свой народ. Я думаю, так поступило бы многие. И вот, собственно, на этой самой игре против ротора, когда случился тот самый момент, вот мы с Юрой, честно говоря, переглянулись, когда было видно, что... Подумали, что подкасты, скорее всего, не будет. Когда у тебя уже кровь пошла, когда вообще все было плохо. Как это было? Верховая передача, прыжок, что было дальше? Ну, если честно, я и сам до сегодняшнего дня, наверное, не верил, что будет подкаст. Макс, я больше, я в это два с половиной года не верил. Ну, видишь, как ты. Есть один у тебя этот ключик для меня. А как это было? Да было все просто, как это бывает обычно. Верховая борьба. Я боковым зрением, соответственно, конечно, видел, что вратарь выходит, но он не кричал я. Вот, я думаю, может быть, он забоится или передумает, или одумается и так далее, видя то, что я иду головой. Ну, даже если бы он не одумался, я, наверное, сделал бы то же самое. В любом случае, счет был 1-1, и как ни крути, нам нужно набирать очки, нужно добывать победы. Пускай таким образом, да, не удалось мне, но с другой стороны, возможно, это там способствовало чему-либо в конце матча, да, в завершении конца матча, когда Лазарев забил там на 94-й год. Поэтому сложилось, как сложилось. Слава Богу, что все живы, здоровы, а то, что по факту это мелочь. Кожа, которая срастется там. А если это было бы... Вот у меня ощущение, иногда, если электричка будет ехать, и нужно будет в мяч сыграть, ты все равно прыгнешь. Блин, ну, если честно, порой сам, как бы, делаю такие выводы, то, что делаю зря. А ты общался с вратарем, может быть, узнавал, как его здорово? Да, нас привезли в одну больницу, мы за одной ширмой лежали, но... Совпозили. Ну, ему было прям очень плохо, я не знаю, с чем это связано, хотя у него не было ни рассечений, ни... Ему было хуже, чем тебе? Да, я не знаю, с чем это связано, возможно, какие-то нервные окончания у него были задеты до такой степени, что он прям такой весь зажатый, больной, лежал на кровати. А сколько швов нанесли? Шесть или семь. Ну, в радиусе длины через сантиметры. Насколько больно было? Стерпимо больно. Мы вот перед передачей разговаривали, и ты, в принципе, миллион раз разбивал голову, и ты уже знаешь все ощущения, ты рассказывал, это как обыденность для тебя. Как и обыденность, но не в этот раз. В этот раз, наверное, было такое столкновение, что заболело не только то место, да, или тепло пошло не только там, где было рассечение. В тот момент заболела и шея, голова, и челюсть. Я думал, что, возможно, я сломал шею, наверное, или челюсть. И вплоть до того момента, пока не привезли в больницу, я так и думал. Но когда уже нейрохирург успокоил и сказал, что все вроде, в принципе, цело, но в любом случае сначала мы зашьем голову, потом сделаем КТ головного мозга и черепа. У тебя даже сотрясения нет? Ну, если честно, возможно, оно какое-то сотрясение минимальное было. Ну, допустим, после сразу того, как меня отвезли в больницу, я чувствовал себя хорошо, на следующий день я себя чувствовал тоже неплохо, но вот по истечению там полутора дней все переигралось в обратную сторону. Если мы говорим о матче с КамАЗом, то, скорее всего, что ты не будешь играть, да? Ну, если честно, травмы такого характера, в принципе, мне не мешали. Но сейчас я понимаю о том, что, поговорив опять же и обсудив это с нашим доктором, что может быть хуже. Ну, правда, что ты хотел в понедельник уже там, ну, понедельник был выходной, что ты хотел на ближайшие тренировки попасть? Да более того, еще было ощущение, что ты был готов вернуться на поле в том матче. Если честно, я и хотел, в принципе, вернуться, но попрыгав, проверив, так скажем, по старой методике. То есть ты говоришь, что через чуть не ушла и в то же время, ай, вернусь, да? Ну, я где-то в глубине души и далеко в голове понимал, что... Очень далеко. Да, что, наверное, это не надо, но, возможно, я сделаю только плюс команде, а может быть и минус. Соответственно, я... Ну, нам замены еще не было, ты вообще думал об этом? Ну, конечно, в любом случае я был в сознании и понимал, что происходит. Я думаю, проверю, если все нормально, в принципе, буду хотя бы мешаться сопернику, может быть, это сыграть там на руку. Тут не по сценарию, задать хочу вопрос, считаешь ли ты себя адекватным? Ну, порой нет. Порой нет. Судя по всему, да, жизнь тебе вообще ничему не учится. Ничему. Вот, кстати, да, эта поговорка, которая на протяжении всей моей жизни, наверное, присутствует, она ничему мне не учится. Ну, я бы, наверное, отметил из того, что, находясь на поле, когда ты видишь, что твой капитан при счете 1-1 ради победы делает, мне кажется, был толчок, наверное, вдохновляющий. Даже Сергей Николаевич в интервью сказал, что ребята увидели, что смысл. Ну, возможно, возможно. Психология тонкая штука, поэтому за других людей говорить это не могу. Тем более, прочитав столько книг, да, про псевдоподисменты. Ну, да. Но в целом, как бы, вот то видео, которое появилось после матча, спасибо, что ты нам его сбросил, потому что болельщики успокоились. Очень все переживали, что с тобой, как бы, и трибуны довольно громко тебя провожали с поля. Да, я слышу. Успел прочитать там что-то, вот все эти вещи, которые... Я не читаю, у меня нет в социальных сетях. Ну, как бы, мне... Сургей люди. Супруга, да, меня доводит, как бы, основную мысль, основные идеи. Ну, понятно, что люди-то разные, и болельщики разные, поэтому обращайся на мнение, там, плохие или хорошие, как бы, имеет смысл в любом случае. Где-то есть адекватная критика, где-то есть положительные моменты, слова поддержки и так далее. Но в этот момент, как бы, я не считал нужным это делать, но я вообще, в принципе, я не считаю нужным там общаться с медиа, да? Поэтому мы делаем это за тебя. Да, да, но я понимаю то, что это, как бы, необходимо болельщику. Но причем ты являешься реально топовым разговорщиком. Возможно, я не знаю. Опять же, вам со стороны судить, а не мне. Ты знаешь историю, что, когда я попросил его жену, чтобы она сняла нам видео, как он себя чувствует? Единственное, что его расстраивало, это то, что ему нужно одеваться. Сидел на диване, да? Судя по тому, что он никого рассказывает, я вообще не удивлялся. Это он кричит прямо в трубку, это мне надо одеваться сейчас, чтобы это все снялось. А я только пришел домой, получается, что у меня в любом случае, ну, как бы, путь-то, по факту, там, часовой был недалекий, да? Но для меня он казался очень длинным и тяжелым. И я думаю, сейчас я приду домой, уже все, расслаблюсь, плюс еще дети как раз готовились к, ну, что будет тишина, спокойствие. А тут звонишь ты, моей супруге, знаешь, что если ты звонишь мне, я тебе откажу 100%. Поэтому в очередной раз мы зашли, да, через супруг. Да, 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 ну, как бы, пришлось несколько думать сделать. Я думаю, что тему травм мы уже полностью закрыли. Да, и можно начинать говорить про твои 100 матчей за Балтику, поэтому начнем. Январь, 17-й год, как ты попал в наш клуб? Ой, сложный путь, наверное, был, это было, по-моему, после Томска, да? Да, 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 в Томске я в начале сентября, наверное, получил травму. Вот, характер травмы, так как на тот момент у меня таких серьезных травм не было, связанных с операцией, да, с хирургическим вмешательством, я не понимал всю цельность картины. Вот, был такой тренер, и есть, наверное, Валерий Юрьевич Петраков, вот, как бы, давал мне паузы в недельных циклах, соответственно, я тренировался предыгровую тренировку и играл полноценную игру. Ну, и, грубо говоря, постольку-поскольку колено, ну, как бы, давало мне играть, и играть, причем в полную силу, да? Вот, но в один прекрасный момент уже под конец той части сезона, по-моему, конец ноября был уже, да, или начало декабря, я не помню. На одной из тренировок у меня просто-напросто заклинило колено, и я подумал, что, ну, уже все, наверное. Хотя попытались что-либо сделать, там, с докторами и так далее, процедуру, уколы, но ничего не помогло, как бы, в лучшую сторону это не сподвигло. Да, поэтому решили, так как как раз у нас, по-моему, последние две игры был Локомотив и еще кто-то, ну, в Москве, по-моему, потому что мы базировались в последнюю неделю, сделать обследование. Ну, соответственно, мы сделали в Москве, прилетев туда, обследование, выявилось то, что у меня мениск, мениск не внутренний, а внешний, то есть латеральный мениск, соответственно, он более сложный в операции, плюс сроки восстановления более, как бы, сложные и более долгие, в зависимости все от физиологии, плюс вот самой реабилитации. Ну, решил сделать операцию, ну, так как у нас были куплены путевки, по-моему, да, мы куда-то улетали в семью, в Доминикану, операцию мне не стали делать до Доминиканы, потому что, да, потому что в любом случае нужно было, как бы, наблюдаться у хирурга, у травматолога и так далее. После прилета с теплых стран я сделал 20, по-моему, четвертого, сейчас точно не помню, января, ой, нет, декабря, вру, декабря операцию в Москве и улетел через день, через два домой. Буквально, наверное, месяца полтора я восстановился, так как думал, что, ну, все, уже готов и так далее, и так далее, и так далее, я расторг контракт с Томском, так как нам длительное время, то есть на протяжении, там, 7-8 месяцев уже не платили, соответственно, деньги и так далее. Я думаю, здесь ловить нечего, нужно искать себя в другом месте. Я попал, благодаря Кириллу Котову и моему старому товарищу, и ныне там юристу-агенту Павлу Банатину, их связи в Балтику. Приехав сюда, наверное, за 4 или за 5 дней до начала, то есть до возобновления чемпионата, вот, мы были, по-моему, на Кипре или в Турции, но помню, что за границей, не помню, где нас были. Я потренировался с командой 4 дня, с Балтикой, на 4-й день у нас была товарищеская игра, в конце, там, играли все по тайму, по-моему, в конце как раз тайма, то ли первого, то ли второго, в котором я играл, так случилось, что был прострел во фланг, из фланга я хотел прострелить, как бы, в створ ворот, в штрафную, да, и на протыке вместе с мячом, защитник против соперников, и такая мяч, у меня снова сыграло, как бы, колено. Вот, соответственно, так как сроки прошли минимальные, да, если бы там, да, случился рецидив, потом долго, как бы, долгие консультации, долгие диалоги с докторами разных стран и так далее. По-моему, на протяжении месяца мы обсуждали все это, стоит, не стоит делать операцию, может быть так, восстанавливаюсь без, как бы, атероскопии, да, атероскопии и так далее. — Макс, а вот тут я тебя немножко перебью, у тебя нет? Ощущение, что твоя карьера немножко похожа на карьеру нашего новобранца Олега Олейника, который тоже попал в команду, и у него восстановление немножко затянулось. Провел бы ты параллель, да, и чувствовал ли ты критику болельщиков, где Максим Тишкин? — Потому что болельщики в этом сезоне, да, придумали мем, где Олейник, то же самое было тогда, когда ты... — На которого он ответил просто идеально. — Ну, параллель в любом случае проводить, как бы, не стоит, в любом случае все мы разные люди, у нас у всех разные судьбы, в том числе и футбольные, да, у него сложилась ситуация таким образом, у меня немножко другим, наверное, у нас даже характер травм, они совершенно иные. — Здесь вопрос больше о критике болельщиков, потому что, по сути, игрок-то есть в команде. — То есть, болельщики как мыслят? Пришел футболист, мы его взяли, платим зарплату, а он, как бы, не играет за команду. Как ты к этому относишься? — Ну, на тот момент мне не платили зарплату, это, во-первых, да, там материальная, как бы, составляющая, вообще не играла роль. — Да, я был в команде, но так как данная финансовая составляющая, вообще, как бы, ушла на второй план. Мне было больше неудобно перед теми людьми, кто взял меня, те, кто надеялся, и, соответственно, ну, болельщики. Я понимал всю цельность и серьезность картины. То есть, мне было неприятно, и мне потом, когда уже по сечению времени, вновь появилась возможность вернуться в Балтику, я, как бы, очень этого желал, очень хотел, в первую очередь, доказать, ну, не только самому себе, там, наверное, да, а болельщикам, что я, ну, не просто так, так сложилась судьба, что я попал в этот клуб. Что в последующем, в будущем, да, после операции, поездки в Хабаровск, с, причем, очень большими сложностями, так как очень тяжело было разорвать контракт со СК Хабаровск, мы решили этот вопрос, и я оказался в Балтике. Но если в двух словах, что в Хабаровске не получилось, почему вернулся? Команда, вроде бы, премьер-лига. Все та же самая травма. Четыре матча ты сыграл? Травма, травма, травма была такого характера, что, в любом случае, она была последующая, то есть, операция за операцией, и так как сроки были минимальные, а мне хотелось, как всегда, быстрее, быстрее вернуться в строй, и так далее, и так далее, я ускорял свой реабилитационный процесс, где-то во вред себе, случилось так, что вроде бы я опять-таки готов был, все нормально, операцию в Германии делали уже в апреле, все нормально, вроде думал, что пройдет, все прошло нормально, действительно, я восстанавливался, полтора месяца реабилитации, и вот прилетев на сбор в Хабаровск, по-моему, они в Подольске были, в Подольске мы проводили сбор, причем ужасные условия были, ну, как бы на это внимание не обращался, все-таки премьер-лига есть премьер-лига, хочется там показать себя, и, соответственно, посмотреть на людей, и так далее, да, тем более, уже я там был, и уже понимал, что это вообще такое, и что это из себя представляет, невзирая на все условия, плюс перелеты и так далее, я все понимал, как бы все осознавал, и буквально, наверное, тоже так же, почему-то цифра 40, ну, связана, по-моему, со мной всю жизнь, на четвертой тренировке в борьбе с Кабялко, был такой здесь у нас футболист еще, кто помните? Да, 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 Саня не застал, нет, я еще нет, конечно, массивный был такой. Да, была борьба на противоходе, на развороте, я ставлю, как бы, опорную ногу вместе с Кабялко, и у меня играет колено, опять восстановлю, я думал, что опять операция, но вроде как опять месяц. Колено играло чуть чаще, чем ты, да? Ну, получается, что так, что, да, да, мое желание опережало мое физическое состояние, так скажем, ну, соответственно, я месяц еще повосстанавливался без вмешательства, потом думал, делать или не делать, думаю, ладно, сделаем так, поступим таким образом, что до зимы попытаюсь потерпеть, а там посмотрим. В итоге где-то через месяц, да, как раз я сыграл игру с локомотивом, первую или вторую, я не помню, уже сейчас, и мы чартером летели в Хабаровск сразу на заезд, и на следующий день игра сразу Санжи была, то есть, соответственно, до этого времени я не был еще в Хабаровске, когда прилетев туда, я увидел поле, плюс после игры, плюс после перелета у меня текло колено, когда мне говорит главный тренер, Ападубский, то, что, ну, типа, завтра нужно играть, я говорю, хорошо, потом, ну, выйдя на тренировку, понимаю о том, что не то, что, как бы, я могу там на 100%, я даже на 50%, даже на 30% не смогу играть, я просто даже ходить, как бы, больно, дискомфортно, это, как бы, слабо сказано. Плюс поляна еще, да? Плюс поляна, да, которая была ужасного качества, я не знаю, сейчас поменяли, они поменяли, но на тот момент был этот ужас, и то они сделали каким-то там срочным порядком, это поле шло в Владивосток, как бы Хабаровске не допускали. Через Запад на Восток? Через Запад на Восток, там кусками, 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 все, урывками, все сделали, собрали, вроде, как бы, есть, для органов это подходит, ну, все, а как буду себя чувствовать футболист, как бы, никто ни с кем не обсуждал. Ну, соответственно, приверли, да, обычно это называется, российская история. Да, 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 ну, и все, и после этого на меня немного обозлился тренера, плюс под конец, получается, это был август месяц, получается, начало, месяц меня не, как бы, не пускали ни в заявку, я тренировался, ну, так, тренировался постольку, поскольку сам себе, в итоге под закрытие трансферного летнего окна спортивный директор, вызывая меня к себе, говорит о том, что, мол, вот два дня до закрытия, говорит, ищи себе команду. Я, как бы, не человек, не то, что не глупый, да, но смышленый, говорю ему о том, что, в принципе, если бы у вас было хотя бы там человеческие какие-то уважения, человеческие качества, что так поступать, в принципе, нельзя, я не переезжаю из соседнего села в соседнее село, да, я не везу там. А кто был спортивным директором? Скорочкин, да, Скорочкин. И что он ответил? Что, я говорю, типа, можно было же сделать иначе, у меня за неделю, за две предупредите, плюс у меня есть семья, у меня есть дети, которых нужно перевести. Во-первых, сейчас нюансы с командой куда, да, ну, может быть, я найду, но я не сделаю это в кратчайшие сроки, чтобы перевести семью, а без семи, как бы, но я не ездил никуда, не вижу в этом смысла. На что он сказал, давайте, хорошо, поступим другим образом, мы сделаем какой-то нюанс в сокращении зарплаты. На что я, соответственно, он сказал, конечно, без вопросов. Я говорю, в любом случае вы меня вынудите либо таким, либо таким, как бы, способом поступить, поэтому, что здесь скрывать, российский футбол, он такой, от этого не уйти. И эта проблема там давным-давно уже всем известна. Да, сколько таких историй было. Давайте, да, позитивную историю. Возвращаемся в Калининград. 10 марта 2018 год, Воронеж, твой дебют. Вспомни его, расскажи. Потому что, получается, у нас от 10 марта 2018 года, сейчас у нас 2021 заканчивается, как раз вот эту цифру 100, которая за твоей спиной ты и собрал. 3,5 года ты к ней шел. Да. 10 марта, да, вот я вот честно не помнил дату именно, 10 марта, я помню, что 2018 год. Потому что... В марте тебя помнишь? Ну, конечно. Во дня после 8 марта, наверняка, мы попуражились и поехали в Воронеж. Не, не, мы же приехали, что-то поздно, по-моему, со сборов, то ли с Турцией, то ли с Кипра, и сразу в Воронеж мы поехали, по-моему. Без заезда. Да, там был... Не, ну, заезд был перед игровой, но, я имею в виду, мы не возвращались в Калининград, по-моему, это, я думаю. Да, 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 так и было. Было очень сложное, тяжелое поле, было болото такое, что в сравнении с сейчас поле вообще идеальное. А тогда был, после зимний период, получается... Воронеж всегда вязкая поляна. Вязкая, так нет, там было прямо вот именно в этот год, именно этот матч, я как сейчас помню, самое плохое поле, самое плохое качество поля. Вот. Была сложная, по-моему, очень сложная игра, и мы, по-моему, выиграли, да? 1-0 или 2-1, нет? Да, все верно, была победа. Да? С таким счетом, нет, я просто сейчас вот не вспомню. Ну, вот, к сожалению, тут нет Сергея Кандалова, он бы нам подсказал бы с точностью даже, кто забил и на какой минуте. Да? Да. Тот сезон, 17-18, команда была очень близка к заветной цели, но в решающий момент нажала на тормоза и потеряла... Пятое место мы заняли, да? Да, и потеряла важные очки на финише сезона, и, наверное, кульминация случилась в Питере. Поражение от питерского «Динамо» со счетом 1-3. Ну, и злополучный Томск, да, тоже был в этой категории? Как всегда, кстати, Томск очень любил нам. Ну, честно, вот так вот, чтобы по играм, по датам конкретно, я как-то никогда не вдавался в подробности. Тут вопрос не в датах, а что случилось в следующей сезоне? Что случилось? Все шло хорошо, но... Потому что, ну, интересно болельщикам будет услышать, ты один из немногих, кто остался. Ну, да, да. Ну, если честно, вот прям быть честным, я досконально все не помню, но был какой-то спад. А с чем он связан, я сейчас, ну, как бы, не скажу это. Если, ну, как бы, ворать я не собираюсь, но если бы были мысли по этому поводу, я как бы сказал, что были такие-то нюансы, или такие-то такие-то сложности. Я помню, что была череда какая-то внутри команды, что травма, не травма, разногласия и так далее. По-моему, что-то было в этом роде. Я вот сейчас точно не помню, честно. А по Питеру? Помнишь вообще тот матч и как он закончился, и что было после матча? После матча был серьезный такой разговор с ребятами из фан-сектора. Если честно, я не помню особо. Я помню, что там какой-то инцидент случился с нападающим, с нашим. Как же его звали? Инцидент на матче или после матча? После матча, по-моему, да. Потому что мы подходили к болельщикам, я как сейчас помню. Они же на старом Динамо играли? Да, да, да. Там то ли болевок был, то ли что-то такое. Что-то в этом роде, да. Там слово за слово, но там пошли уже высокие тона и так далее. И как бы это все сподвигло ребят и так далее. Хотя они поступили в тот момент, конечно, неправильно. Я считаю, это недостойно. Люди переживают, люди болеют. Люди проживают эту жизнь, грубо говоря. А мы приходим, кто-то из разных команд. По факту, наверное, большинство из нас зарабатывали денег, какого-то, не какого-то имени и так далее. А те, кто именно проживает жизнь с клубом, именно непосредственно с клубом, таких людей очень мало. Поэтому нужно оценить болельщика в этом плане, я считаю. И вот, собственно, вопрос вдогонку. Ты один из тех людей, которые за словом в карман никогда не полезут. И один из твоих бывших партнеров по Мордовии, Игорь Шитов, кстати, передавал тебе привет, сказал про тебя так, суровый парень из Мордовии. Таких там было много. И как воспринимаются такие разговоры, а их у тебя, в принципе, в жизни хватало с фанатами, когда случаются обидные поражения, когда недовольство есть и с той стороны, и вы, понятно, что вы расстроены, раздосадованы. Как это все переживать? Насколько тяжело терпеть то, что происходит? Да, я понял суть вопроса. Я думаю, что, во-первых, не нужно эмоционализм в первую очередь. Это так же, как, наверное, в семье. Можно сгоряча все, что угодно наговорить, сделать и так далее. Понятно, что по истечению времени мы все это осознаем и приходят. Я считаю, что в первую очередь нужно оставаться рациональными, думать о завтрашнем дне, о будущем и так далее. Что у каждого в жизни бывают проблемы, в том числе за пределами футбольного поля. Так же и у футболиста, может быть, сейчас на поле не получается. Может, его тревожит что-то это. Понятно, что как болельщика это не должно касаться. Он приходит, грубо говоря, в театр, он должен видеть тот клуб тех футболистов, за кого он болеет, что они отдаются полностью своим делом. Я с этим полностью, целиком согласен. Поэтому я всегда рационально в этом плане и очень осторожно довожу мысли. Я не такой человек, чтобы сразу изгоряча ругаться или драться и так далее. Нужно прийти к проблеме, а потом уже решать. Да, раньше было немножко, может быть, где-то в юношестве по-другому, что сначала помашут кулаками, а потом разговаривают. Вот сейчас уже более такой осознанный. Все приходит с опытом. От главного входа, который прикрывался мощным дотом, внутрь форта ведет центральная галерея. Симметрично расположенное центральное сооружение включало себя казармы для солдат и офицеров, лазарет, кухню и столовую, склады боеприпасов, продовольствия, караульное помещение и котельную. Перекрытия форта сводчатые, из кирпича, песка и бетона. Толщиной до 5 метров. По периметру 6-метровый земляной вал. В целях маскировки форт был обсажен деревьями. Макс, слушай, я бы знаешь, что хотел бы отметить? Зная Игоря Ракова, зная Мишу Маркина и ты, вы все родом из Мордовии, из Саранска. И на мой взгляд, пообщавшись и прожив какую-то часть жизни со многими, я бы отметил, что у людей из Саранска есть такая честность, порядочность, душевная доброта и мужество. Вот ты как считаешь, это какая-то мордовская отличительная черта? Да, наверное, нет. Я думаю, что это просто образ жизни, воспитание, условия жизни, условия быта всего лишь. Тебя очень часто, ну, как бы ты запомнился таким брутальным мужчиной, да, и позиционируешь себя так. Но при этом, если бы в Ютубе можно было показывать все, что происходило в раздевалке с Асланом Дудеевым, и как вы воевали словесно, вот, вы бы наверняка были одними из героев этого шоу. Расскажи немножко о вашем противостоянии, и как вы считали игры в премьер-лиге, кто в итоге выиграл. Да, на самом деле противостояния нет, как таково есть, наоборот, большая дружба, которая заразилась еще в Мордовии, наверное, не помню какой год, наверное, 2015, может, 2014-2016, не могу вспомнить так досконально. Вот случилось так, что меня убрали с футбольного клуба Уфа, я полтора или два месяца сидел дома, искал трудоустройство, в итоге президент клуба Мордовии позвонил мне, и сказал, есть желание, но я сказал, что есть. Мы поехали на сборы, и так получилось, что изначально он был правым полузащитником, а моя позиция на тот момент была правой защитник. То есть по одной бровке вы говорили? По одной бровке, да. Я думал, что так и будет складываться, но был такой еще футболист Шитов. Соответственно, приехав на сборы, они были, по-моему, в Сербии, в старую пазу. За месяц сборов, ставя его, Гордеев, по-моему, правым защитником, Дудеев не сделал ни одной ошибки, ни на тренировке, ни в игре, что меня сильно удивило, и, наверное, закалило и в тот момент, ну, как бы наша плотная такая дружба со всеми стебами, подколами и так далее. Ну, она же вообще целиком основана на подколах. Вот и до полностью практически. Ну, это больше, наверное, в кругу команд или какой-то там общественности, а если мы остаемся один на один, мы можем очень долго и глубоко общаться. Ну, кто из вас в итоге провел больше матчей в Премьер-лиге? Это вот тот спор, который вы считали, по-моему, месяца два. Я, кстати, так и не посмотрел, но, наверное, он. Возвращаясь уже вот к мордовским корням, к Саранску, я скажу Максим Тишкин, а ты назови, пожалуйста, три качества, как бы ты сам себя охарактеризовал. Целеустремленность, упорство и ответственность, наверное, по жизни. Давайте закрывать уже потихоньку тему того сезона. Последний матч с Тюменью, 35 тысяч приходят на стадион, но уже нет надежды на то, чтобы зацепиться, выйти хотя бы в стыковый матч. Насколько было интересно играть, вспомни этот ажиотаж. И первые впечатления. Точно ты уверен, что не было. 100% в итоге. Это такая парадоксальная история. Там что-то должно было ничью, по-моему, сыграть, тогда мы в случае победы выходили. Нет, но если я путаю, то... Мы консультировались со старожилами этого клуба. Все, вопрос задать. Но там началось все с первого матча, по-моему, с крыльцоветами, когда мы сыграли еще 1-0. Сибай, да, с пенальцем, по-моему, задел? 50% заполняемости трибуна, правильно? Да, но интересует матч именно с Тюменью, когда 35 тысяч было. Потому что, возможно, это первый и последний раз было в твоей карьере. Возможно, да. В любом случае, болельщики, а когда еще это и свои болельщики, это огромное удовольствие, это большие эмоции, это до глубины души радовало и было приятно. Пускай мы понимаем о том, что неизвестно, кто завтра где окажется, но мы оказались в этом клубе, мы оказались на этом стадионе с такими болельщиками, поэтому мы, я думаю, что сделали все возможное, чтобы этот последний матч в том сезоне закончился таким образом. Запомнился. Ну, это все хорошо, красивый, банальный ответ, но в целом, когда выходил на поле, когда видел, что реально битком все, ну, это же эйфория какая-то внутренняя. Вот честно. Честно, да у меня всегда, даже при своих, что при чужих болельщиках есть эйфория, мне просто приятно выходить, когда большая армия болельщиков и поклонников, там, я не знаю, просто фанатов, там, каких-то семей и так далее. Пускай они болеют даже не за мою команду, но мне до глубины души, до трепета, там. Ну, что они не различны, что они присутствуют. Да, 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 просто не суть важна, то, что это наши болельщики или чужие, но я говорю еще раз, вернусь к этому, что было, как бы, внутри воодушевление, в том плане, то, что люди эти пришли и пришли на этот стадион, и поэтому нужно отблагодарить, что в последующем вышло и так. Отлично, тема закрыта. В следующий сезон, да, и, судя по прошлому сезон, амбиции были еще больше, что, в принципе, вполне себе логично. И команда собралась крутая, Саев, Торбинский, тренер «Непомнющий». При «Непомнющем», да, по-моему, еще помню. А, при «Непомнющем», да. Вроде банда собралась очень приличной, амбиции, все ждали, 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 а потом… По именам, я помню, причем тогда еще будучи в «Химках», по именам эта команда смотрелась просто каким-то космосом для «ФНЛ». Ну, наверное, это и сыграло, в первую очередь, злую шутку. Подробнее. Я, когда приехал, по-моему, у нас минский сбор был, начиная с первого или со второго дня, начали всплывать где-то фамилии. Торбинский, Шушуков, еще кто-то там. Сейчас уже не… Касаев. Касаев приехал в конце, потом Дедюн, Дедюн, Макс, этот… Помазан, Жекоб был уже. Ну, был, нет, в любом случае. Да, но я и говорю, да, там фамилия, таки, Логашов, там, так далее, так далее, так далее. Да, я когда увидел, думаю, ну все. И так, наверное, все, кто в том числе и там Касаев, Торбинский, ребята, были в команде, они как бы понимали о том, что, ну, блин, задача решена. А, как говорится, вперед паровоза бежать не нужно. И говорить о том, что мы сейчас все, сто процентов выйдем. И сделаем это очень легко и просто. Соответственно, это все началось со сборов. Ну, как бы, недолжным образом начали, наверное, относиться к своей работе. Ну, не все, да, но большинство из футболистов. И что это вылилось потом в плохое, по-моему, начало сезона. Ну, одиннадцатый тур, одиннадцатый тур, отставка, не помнишь. Семнадцатое место. Шесть первых игр проиграли, по-моему, да, мы. Тогда мне еще задали вопрос, как быть и что делать. И, по-моему, в том сезоне я сказал то, что посмотрим в конце, да, сезона о том, что будем в конце. Как ты считаешь, вот что, не помню, что не получилось и почему не получилось? Вроде бы, казалось бы, тренер с сумасшедшим опытом, но по итогу это был его вообще последний в клуб карьере тренерской. На данный момент. На данный момент, да. Ну, честно, так нельзя, конечно, говорить, что получилось, что не получилось. У каждого тренера, наверное, своя специфика работы. И та специфика, как бы, его соображений, да, и понятий футболе, она была немножко до того момента, когда собрали все мы. Сейчас футбол с каждым годом прогрессирует, больше беговой работы, больше объема. А у него было более все спокойно и лайтово, грубо говоря. Наверное, методы просто не подошли для нынешнего футбола. Да, да, реальность. Нет, наоборот, была очень дружная, очень такая скрупулезная работа в раздевалке, да, в плане поднятия духа, атмосферы, эмоций всех. Потому что, ну, все же видели, что происходит. И несмотря на то, что там кто-то когда-то завоевал какие-то трофеи, на данный момент мы оказались сейчас здесь, одни, в одной лодке, как бы, и нужно все вместе выгребать это все. Ну, не получилось. Сейчас там было очень много сложностей на пути, о которых иногда, наверное, тоже не нужно говорить, но они были. Ну, хотя бы намекни, о чем речь. А что у нас в России самое главное, наверное? Ну, то есть ты хочешь сказать, что были проблемы с финансами в том числе? Да, наверное, и есть история о том, что даже в какую-то часть времени там Касаев даже платил некоторым ребятам, помогал им. Да, да, финансово были очень сложные времена. По-моему, зарплата не платилась вовсе, не говоря уже там о премиальных и так далее. Но также и, соответственно, были люди, которые нам мешали добиваться результата, так скажем. А по Касаеву, да, человек заработал, имел право и возможность, добрейшей души человек. Он помогал ребятам. В общем, многие рассказывали, что он там и старался собирать всех вместе. Это было. Какие-то мероприятия. Когда именно было сложно, чтобы атмосфера не падала? Конечно, это было периодически, потому что, находясь в таких условиях, реалиях, было сложновато. Поэтому, когда я говорил о том, что в раздевалке было все отлично, это было реально все шикарно на уровне. Кстати, вот закрывая тему того сезона, вот еще один вопрос я хочу задать. На следующий же твой матч после увольнения непомнящего, ты забиваешь гол. Когда Льдзяхова назвали в Питере, 1-0 мы выиграли с подбора. Да, это был победный. Все помнят, вопросов нет. Не, ну, видимо, до этого не было спокновений долго. Плюс ко всему, это первый гол профессиональный, по большому счету. До этого был гол за Кострому, по-моему. Не, зачем. В Костроме, в Уфе забивал, тоже хороший гол. Кстати, мне больше всех понравился, наверное, в Уфе. Посмотрите, гол мой. Интересно, почему. Вратарь выкинул метров на 35-40 рукой во мой фланг. И я в касании, видя о том, что он вышел, низом пробил, просто попал. Так же, если мы это все доставим. Да, да, да. Врезочку сделаем. Ну да, на самом деле, голов ты забиваешь не так много. И, наверное, тоже хотелось бы такой вопрос задать, который болельщикам многим интересен. У тебя две ключевые позиции. Опорный полузащитник и защитник. Тебе где самому легче играть? Удобнее играть, комфортнее играть? Тут только обязательно фразу, что куда-то тренинг поставить туда и сыграем. Для меня изначально, когда я начинал карьеру, была позиция правого полузащитника. Но потом уже переходя в профессиональную карьеру. Да, это 16-16 год. Ой, 16 лет мне было, 15-16 лет, когда мне начали привыкать. Потом профессиональный контракт подписали полноценный. Я играл правого защитника уже. Соответственно, на протяжении нескольких сезонов эту позицию я как бы обыгрывал, обыгрывал, накатал. И мне очень комфортно было играть там. Потом были времена, когда мне приходилось играть слева в защите. Соответственно, было комфортно по истечению какого-то количества времени, когда привыкаешь опыт в любом деле, наверное, так оно и будет. Мне стало комфортно играть и там. Сейчас, конечно, есть нюансы в работе опорной зоны или в работе защиты. Ну и требования тренера. И требования тренера совершенно разные. Поэтому здесь я не могу сказать однозначно, где и как. Вот сейчас в последней игре, допустим... Знаешь, что он сейчас сделал? Он просто сказал, я универсал. Ну, как все обычно, то, о чем я говорил вначале. Ну, нет, я такого не сказал. Я же говорю, в зависимости от требований, мне комфортнее играть. Либо там в защите, либо в опорной зоне. Вот сейчас, допустим, была последняя игра, да? С ротором. Ты вообще заканчивал в нападении там и закончил. Нет, с ротором, да? Это было главой. Мне выпустили сначала... Игнашевич меня выпустил слева центрального. Хотя до игры мы с ним общались. Он говорит, где тебе удобнее? Право центрального или лево? Я говорю... Ты ему так же долго отвечал, как нам? Нет. Ну, приблизительно. Что я сказал о том, что я знаю базовые вещи, да? Как действовать. Ну, еще бы в таком-то возрасте. Да, но чтобы мне было комфортнее. Естественно, будет правее. Потому что слева в любом случае нужно какие-то там игры, тренировки и так далее. Сразу под неудобную ногу будет сложновато работать. Во что это выглядело? Я вышел, совершил первые 3-4-5 ошибок. И думал о том, что, блин, я все равно не буду просто так туда дубасить и так далее. Я сделаю по-своему. Игнашевич перевернул Мещанинова на мой сланг, ну, на левый, а меня на правый. И игра, как бы, в моем ключе, игрокоманды развянулся чуть другое русло. То есть, поэтому... А комфорт... Не, вышел нет. Сергей Николаевич... Через 3 минуты сразу пропустили. Сергей Николаевич увидел, да, что тебе неудобно, и сам попросил вас поменяться. Конечно, конечно. Причем, я говорил, у нас диалог до этого еще состоялся. Давайте перейдем уже, прокинем историю про капитанскую повязку. И, ну, вот сейчас, наверное, самая актуальная тема отношения Карпина к капитанской повязке. И ты в пятом туре выводишь команду с капитанской повязкой. Насколько для тебя это значимо, важно? Матч против Чертанова. Да. Это был первый матч в твоей карьере с капитанской повязкой. Если опять-таки интернет нам не врет. Официальный, официальный, да. Официальный, наверное, да. Хотя, возможно, в Уфе где-то еще было пару раз. Проверял ли точно? Ну, у вас, видите, вы даже... Нет, варианты не считают, когда ты просто выходил и сам надевал в капитанскую повязку. Да это что, нет, нет, именно официальных мальчиков, по-моему, почему-то, я думаю, тоже в Уфе. Что за вопрос был еще раз, скажи. Как по-моему? Вопросские ощущения, насколько значима для тебя актуальная повязка? Да, на тот момент, наверное, было в первую очередь очень дискомфортно в плане отношения того, что был помазан, был плопа, да, по-моему, капитанской Мне было неудобно. Ну, по отношению к ним, в первую очередь. Ну, по отношению к болельщикам и команде в целом, да, к тренерскому штабу, клубу, это была своего рода большая ответственность, так как мне доверили эту роль, и, наверное, эту роль нужно было нести, как бы мне, грубо говоря, там на душе плохо не было. За все нюансы, которые могли... Все вытекающие? Да, за все вытекающие. Форт номер 5 входил в полосу боевых действий 54-го стрелкового корпуса 43-й армии и прикрывал дорогу Кёнигсберг-Раушен. 8 апреля 1945 года, во время штурма Кёнигсберга, форт номер 5 был взят в ходе многочасового бесперерывного боя. Залогом победы в штурме форта явился массовый героизм советских воинов. Макс, хотел бы у тебя вспомнить про твое детство, каким оно было, и вот, зная тебя, таким мужественным, отважным, нам говорили, что ты спал с мячом. Ну, вот именно физически. Расскажи немножко детское. Физически. Ну, детство было, наверное, такое же, практически, как у всех советских детей, где было мало вкусностей, приятностей и так далее. Но, тем не менее, родители и бабушка пытались для нас все это с сестрой сделать. По поводу мяча, по поводу мяча, да, был такой случай, когда тренер, мой первый-второй тренер Юрий Иванович Уткин сказал один раз на тренировке, что, мол, ребят, нужно спать с мячом, чтобы прогрессировать и так далее. Ну, я воспринял это буквально. Потом, когда спустя время отец купил мне мяч, мой первый мяч, я лег с ним, с утра проснувшись, отец сильно удивился, а мяч выкатился на пол, и у меня не было рук, я испугался, что случилось, что произошло. Ну, спустя время мы смеялись над этим, но тогда мне было как бы... Ну, то есть, прям тебе тренер дал установку, и ты уже тогда ее исполнял. тренер не давал установки, я на тот момент, как бы я говорю, что воспринял себя буквально, вот и все. Еще знаешь, что хотел бы узнать? Тоже нам рассказали, что ты, можно сказать, эксплуатировал свою сестру, ставил ее в ворота, когда тебе не с кем был тренироваться и бил по воротам. Не, ну, было и такое, честно, в жизни. Много было... Как она реагировала вообще на это? То есть, допустим, нет ни с кем поиграть, ты берешь сестру, говоришь, что ты сегодня в воротах, я буду тренироваться? Ну, в принципе, так оно глобально и звучало. Сейчас это звучит как-то дико, но в тот момент в игровой форме это было как бы нормально, хотя она бывало, что сопротивлялась, но видите, не зря, значит, помогала. Ну, можно сказать, она один из ставленников твоей карьеры, да, получается? Конечно, конечно. Еще одна история есть про сестру, я думаю, что она будет очень интересная для тебя, я хотел, чтобы ты ее вспомнил. Не знаю, как так произошло, но твоя сестра, каблук ее угодил в розетку. Не каблук. А что там было, да? И ты вытащил, и обоих ударил током. Да-да-да, это мы жили на одной квартире, потом переехали в более большую, у нас уже были отдельные комнаты. Соответственно, каждый должен был убираться и следить своей комнатой в отдельности. Вот. И как эти называются, такие черненькие штучки, волосы вставляются? Я понял, о чем заколки? Ну, типа заколка, да, черненькая вот эта вот. Ну, и она, я не знаю, для чего, каким боком решила, видимо, проверить, что там в розетке. Подачу только в доме, да? Ну, и ты пошел вытаскивать, да? Ну, она испугалась, что там заискрило все, закоптилось. И я, ну, соответственно, как старший брат думал, решу эту проблему легко и просто. Ну, оказалось, что нет. А что было в итоге? Вас обоих ударило током? Ударило током, да, все заискрилось еще больше, скрипело. В итоге мы хотели, ну, как бы, не показать это родителям, а это вылилось наоборот. На тот момент мы не знали, ну, реально серьезную ситуацию, а потом уже спустя время. Ну, слава богу, что все закончилось. Это сейчас закончилось благополучно, да. Финиш на прямое прошлого сезона, опять тот самый Томск и опять определяющее поражение для нашей команды, но для тебя тот матч был неприятен еще по одному очередному неприятному эпизоду. Это какое число, 8 или 11 апреля, по-моему, да? 11 апреля, по-моему. 8 или 11 апреля, да, да, да. Последний матч Макса. Да, дома мы играли, причем играли очень хорошо, было очень много возможностей для взятия ворот. Соперник фактически прям не выходил со своей половины поля, игра давалась нам вообще очень хорошо, очень легко, но, как и во многих играх до этого, мяч не шел в ворота. Ну, соответственно, мы пропустили гол, наверное, 74-78 минута, но угловом я почувствовал что-то сжение в колене, что-то такого рода характера была, травма. Потом отпустило, но колено стало нестабильным. Да, я понимал о том, что опять же, такие, нету замен, думаю, замениться или нет, ну, сыграет это во благо, или сыграет во благо, я думаю, ну, много мыслей, причем мысли-то нужно, там, моментально делать это, не делать это. Ну, я подумал, что, возможно, я помогу команде, и мы все-таки дожмем этот матч, там, переломим ход событий и так далее. К сожалению, наверно, да, к сожалению, во-первых, не помог, а во-вторых, усугубил для себя характер травмы. То есть, соответственно, могло быть там то, что я выпал на два месяца без операций и так далее, без хирургических вмешательств. А получилось так, что сыграла связка, у меня ушел мениск, надорвался и так далее. Поэтому вот сам себе не помог команде, и сам себе не облегчил путь, так скажем. Слушай, ну, я видел твое восстановление, ты постоянно, да, вот делаешь эти упражнения на колено, там, вправо-лево, перегибы. С Генрихом о чем работаешь? Ну, обязательно, это уже, как начиная с первой травмы, наверное, если люди, кто сталкивался с этим. Твой обыденный рацион, да, перед тем, как тренировка. Обыденный рацион, да, да, да. Было время, я как-то подзабрасывал, наверное, это, но... Когда чуть малейшая какая-то, какая-то малейшая неуверенность, наверное, появлялась, я вновь изобновлял тренировки сейчас. Понимаю о том, что на правое колено у меня уже третья операция, и операция там была очень сложная и серьезная. В любом случае, нужно заниматься до тренировки, после тренировки, во время пауз и так далее. То есть, как такового, там, отпуска у меня не будет. Три-четыре дня я дам отдохнуть, восстановиться там физически, свои мышцы мои, и буду также продолжать трудиться, работать. Ну, для футболиста это, правда, это, наверное, самое тяжелое моральное, что может быть, пока пацаны тренируются с мячом на поле, ты каждый день одно и то же в зале еще где-то, это реально, иногда он просто может тошнить. Ну, это наскучивает, конечно, в любом случае. Это, наверное, сказано наскучивает, особенно, когда полгода без футбола. Однообразие, да, и когда ты понимаешь о том, что вот еще не скоро, а потом себя тешишь надеждами, то, что вот, мол, давай-давай еще недельку, две вроде улучшения, улучшения, а потом самое страшное, что это возвращается на круги своя, и ты понимаешь, что срок-то еще не маленький тебе восстановление. Ну, в любом случае, вот последняя, я надеюсь, последняя все-таки травма в моей футбольной карьере, да, она была самой, наверное, сложной, самой тяжелой в плане психологическом. Ну, тем не менее, ну, благодаря, там, ребятам в команде, да, тренерским штабам, которые были и есть сейчас, медицинским персоналу, вот, плюс администрации, и вообще моей семье, мне достаточно комфортно было реабилитироваться, восстанавливаться, и у меня было даже больше, наверное, позитивного, нежели как, там, угнетение, там, какие-то, там, расстройства или депрессии и так далее. То есть я в любом случае уже, наверное, осознанно подошел в своем возрасте к тому, что, ну, такое бывает, бывает и хуже, да, люди, люди вообще, там, могут сломать ногу до такой степени, что могут потом просто не продолжить играть, да, или, там, у кого-то, там, у шахтера, там, оторвало руку и так далее. То есть может в жизни быть все намного сложнее. Это как, у меня есть одна такая штука, есть пословица, поговорка, я не знаю, я увидел в интернете, наткнулся, просто есть фотография человека, и он выбирает обувь, там, да, и, ой, мне, там, эти не надо, эту обувь не надо, эти кроссовки не надо, это, это не надо, мне нужны вот такие дорогие. А рядом стоит картинка, где сидит человек без ног и просто рядом стоят обувь. Он даже, ну, как бы, эту обувь не может надеть на ноги, поэтому, ну, как бы, это до глубины души меня трогает и всегда, как бы, дает стимул для жизни, так скажем. – Философский, очень философский. – Ну, извините, пожалуйста, землями нуля канта. – Да, у нас по-другому не бывает. – По-другому быть не может. Давайте перейдем к вопросу партнеров, тренеров, с которыми Максим работал. – Да. – С кем? – Начнем. – Самое страшное, давайте, давайте. – Да, ну, интересно, конечно, ты поиграл во многих клубах, у тебя было много партнеров, кого бы ты мог выделить, с кем тебе было играть комфортнее, какая разница между Колывановым, Черевченко, Калешиным, Игнашевичем, вот, хотелось бы немного разузнать у тебя вот этих подробностей. – Комфортнее в каком плане мне было играть? – Ну, допустим, там, в паре вы в связке играли с центральным защитниками, либо… – Ну, пока с тренера начнем, да. – Ну, давайте, да, с тренера начнем. – Давайте с тренеров. – Ну, блин, кто что свое дал, вот что ты запомнил, что-то интересное? – Ну, здесь все логично, в принципе, у каждого человека в любой сфере деятельности свои взгляды на те или иные вещи, это же, вернусь к вопросу о непомнящем, но у него такие, там, такая специфика видения футбола, теория, практики и там, и трудовых там каких-то будней, да. У каждого из этих тренеров просто свое видение и свое мнение по тому или иному поводу, а далее все по чуть-чуть немного, в любом случае, кто-то больше физически, кто-то тактически, кто-то тех же моральных, психологических сил и энергии. В любом случае, от каждого человека, невзирая быть тот тренер или там игрок, или просто встречусь человеком на улице или где-то, ты берешь либо хорошее, либо плохое, да, соответственно, и здесь та же самая история. – Хорошо, но если вот про тренеров так немножко закончим, Сергей Николаевич, какой он, что можешь сказать про него, охарактеризовать его? – Ну, и вообще, в принципе, по амплуа можно сказать, да, что вы похожи. И каково тебе было узнать, что Игнашевич становится главным тренером? – Тем более, сколько бы было еще одна история, когда… – Ну да, была история, давайте о ней сразу скажем, что Сергей Николаевич звал тебя в московская торпеда, ты выбрал остаться в Балтике. Расскажи немножко ваш диалог, как это было. Ну и, в принципе, можно сказать, что тренер добился вы его… – Если Тишки не идет ко мне, я иду к Тишкину. – Ну, как это случилось? Была первая волна пандемии, по-моему, когда на два месяца всех распустили, чемпионат резко оборвали. Мы, по-моему, также остались на пятом месте или на шестом, там, я сейчас не вспомню уже. Вот состоялся… Я был за городом у отца своего, мы были в республике Мордовия, в Елховке, там, куда я родом. Состоялся звонок, мол, так и так, я, Сергей Николаевич, хотел бы тебя пригласить в команду, ну, с амбициями, с традициями и так далее, и так далее. На что я сказал, что, ну, как бы сразу я не могу вам сказать да или нет, мне нужно в любом случае на… как бы временно обдуманное решение, на что она адекватно и хорошо отреагировала, сказав, что, естественно, это нормальная реакция, давай я жду от тебя звонка. Ну, прошло, наверное, недели или две, я понимал, что я уже затягиваю как бы со звонком о том, что нужно определиться и сказать либо да, либо нет. Плюс, приехав в Калининград, вернувшись, мы тренировались на старом стадионе Балтика, у нас именно там проходили сборы, жили мы в гостинице Москва и выезжали, по-моему, в Польшу, Латвию тогда еще на товарищеские игры. У нас было почему-то очень мало опытных игроков, вот насколько я помню, и прям партиями, пачками приезжали там по 10, по 5, по 20 человек молодежи. Именно в этот год, по-моему, ввели… – Лимит. – Лимит вот этот, потому что молодой игрок должен быть. А игроки так и не едут. У нас осталось в районе 6-7, наверное, костяка из ребят оставшихся, кто с прошлого сезона, с остальными расстались. Я напрямую думаю, что скрывать. Подошел к Игоревичу Калешину, говорю, типа, Игоревич так и так, мол, у меня вот такой-такой вариант есть, не буду скрывать. Просто я как бы вижу о том, что по факту то, что мы решаем вроде какие-то глобальные задачи, да, там о выходе фремьер-лиги, фремьер-лигу, они пока так очень далеки от реалий. Плюс я вижу обстановку как бы в команде, то, что привозит только молодежь и так далее. На что он мне сказал, будь уверен, будет все хорошо. Я говорю, все тогда к этому вопросу не возрасте. Возвращаюсь, как бы с пониманием отношусь к ситуации и также объясню Игнашевичу. Ну, в этот же день, в обед я после первой тренировки набрал Сергея Николаевича, говорит, Сергей Николаевич так и так, что, мол, был диалог и состоялся диалог с Калешиным, что пока на данном этапе своей футбольной карьеры я как бы вижу свое будущее здесь. А когда Игнашевич пришел в Балтику, у вас был какой-то диалог на эту тему? Да, он сказал, но на эту тему пока не был. Там был диалог в таком контексте, что когда тебя ждать и так далее. Вот я сказал, может, через месяц, а может, через неделю, я пока не знаю. Он говорит, в любом случае ждем, давай попозже. В общем, обсудим этот нюанс, этот диалог, ну, как бы, возобновим, так скажем. Там пока много работы. Ну, с двух словах, чем хорош Сергей Николаевич? Прямолинейностью, наверное, в первую очередь. Что нету витеватых каких-то заголовков там или диалогов и так далее. Конкретные требования, что нужно, как нужно. Это, наверное, играет определяющую роль, что в БТУ за полем, что и на поле. С тренером вопрос закрыли. Рассказывали, кстати, Милевский рассказывал, что Олег Блохин, ну, и вообще известная история, когда он приходил на сборы, там, на базу, крутились его голы, он стоял, смотрел, чтобы вся команда видела. Сергей Николаевич. Зачем? Сергей Николаевич. Это сильное, я не слышал. Да, но нет, было такое. У него не только голы есть. У него не только голы есть. Да, да, да. Я смотрел, но говорят, интересно, надо смотреть. И я вот что хочу узнать, подводя, ну, понятное дело, что Сергей Николаевич не смотрит, там, как он играл. Может быть, он какие-то нарезки дает? Сергей Николаевич черел. Свои, либо, там, подсказывает центральным защитникам, да, как лучше сыграть. Ну, во-первых, он, конечно, в первую очередь, делает акцент на центральных защитников, так как он прожил жизнь, такую богатую футбольную карьеру. Смотрим мы в основном, так же, как и при Евгении Игоряча, Монсити, Ливерпуль, Бавария и так далее. Топы европейские. Таланту, да, да, где-то что-то. Важное примечание. Где-то немножко что-то мы берем. Допустим, готовить к сопернику в тренажерном зале перед тренировкой, теперь у нас новшество, нам ставят матч с предстоящим соперником, соответственно, хочешь, не хочешь, воочию ты видишь, там, раз посмотрел, там, ага, а как этот сыграл, ага, а как этот сыграл, там, ага, а как они там атакуют или как они обороняют. Это как бы, разминаетесь, готовитесь к тренировке. Это своего рода очень хорошая, как бы, да, ментальная составляющая, то есть ты в любом случае не знаешь и не хочешь. В настоящее время на территории окружающей форт устроен военный мемориал в память о советских солдатах, погибших при его штурме. Имена 15 героев Советского Союза увековечены на мемориальном камне. Здесь размещается открытая экспозиция Калининградского областного историка художественного музея. На валу выставлены советские пушки от противотанковой до зенитной и «Катюша». Можно увидеть также торпеды, глубинные бомбы и палубные орудия. Еще один вопрос. У тебя трое детей, и ты действующий футболист, это сборы, перелеты, постоянные игры. Насколько сложно это совмещать, вот, действующую футбольную карьеру и большую семью? Я знаю, что ты сам водишь детей, пацана ты водишь на футбол, дочки занимаются танцами. Насколько ты успеваешь все это делать? В любом случае, есть везде, как и в профессии отца, в профессии матери и так далее, свои нюансы. Но я считаю, что в первую очередь большая заслуга, то, что мне легче как действующему профессиональному спортсмену жить, это большая заслуга моей супруги. То есть, в любом случае, большую ответственность за все нюансы бытовые, образовательные, доп. образовательные, берет моя супруга. Регина, да, все на Регине. Ну и очень многие там с Казаевым разговаривали, с остальными ребятами, они говорят, что многие берут с себя пример в плане отцовства. Но опять же, мы не могли самый главный источник упустить, это Таслан Дудеев, который попросил узнать тебя, как ты однажды забыл ребенка в супермаркете. Расскажи, пожалуйста. Так это было буквально недавно, да? Годика полтора, наверное. Да, да, да. Я не знаю, был что-то сложный день, целый день были там на суете, была тренировка, по-моему, потом была какая-то теория, собрание и так далее. Соответственно, вечером супруга ушла по своим делам, я остался или забрал откуда-то троих детей. Вот. И мелкую посадил, зайдя в супермаркет, тележку. Ну и, соответственно, по списку собирал продукты и так далее. И так увлекся, что оказавшись из одного дела в другом, я понял, что у меня нет тележки, соответственно, нет. Мелкой. Ну и что было дальше, как ты нашел? Ну, то есть у тебя ребенок, получается, сколько по времени находился один? Ну, в районе трех-пяти минут, наверное, где-то. Так, я времени засекал. Ты так увлекся, да, составлением списка? Не составлением, а по списку, по закупам продуктов. Ну и как она была рада тебя видеть? Она, по-моему, не поняла, даже, если честно. А ты рассказал этой жене и Аслану, да, с Асланом поделился? Ну, соответственно, да. А что сказала Регина? Да ничего хорошего на тот момент. Но сейчас это все позади. Так что можно только посмеяться. Давайте уже переходить к историям медийным, да? Как Макс участвовал один из первых на Бровке с Павлом Занозиным. Матч с Аланей. Каково тебе в роли комментатора? Как тебе вообще вот такой опыт? Насколько он тебе понравился? Потому что Павел Занозин после матча сказал, ну, это просто какой-то блестящий спикер у меня был. И спасибо вам огромное за Макс. Более учитывая то, что ты, в принципе, как бы не любишься такие вещи. Я в том-то и дело. Я очень скромный, наверное. Сколько Юра ты уговорился допустить? Два с половиной года. Ну, он мне сказал, что у нас вообще первая договоренность была, что мы выходим в премьер-лигу. Да, и тогда я делаю. И он приходит на подкаст. Мы решили немножко забежать вперед. И поэтому тут, в принципе-то, какое ожидание? Может быть, надо было идти наоборот, сделать подкаст, и мы увидим в премьер-лигу. От противного. От противного. Поэтому мы тоже, как медиа-служба, пробуем изменить эту тенденцию ради того, как премьер-лигу. Может, хоть это поможет. Дай бог. На войне все методы хороши, как говорится. Матч с Ланей, работа у Бровки. Да, честно, не люблю лишнего говорить или лишнего рассказывать о чем-либо. Но Павел сам по себе, наверное, такой приятный человек, что с ним достаточно легко, как и с вами, в принципе, и комфортно было вести до, во время и после студию. Единственный нюанс заключался в том, что первая студия, в районе 30 минут, наверное, была постоянно, как бы, у меня не было еще такого опыта, что мы стояли на Бровке. С гарнитурой. Да, с гарнитурой. И были, помимо того, что шумы, так были еще голоса, были щелчки. Перепричинены на другие. В смысле, я как бы, ну, понимал вопрос, была мысль, но я иногда с нее, как бы, сбивался. А так, в целом, ну, как бы, достаточно комфортно было. Ты немножко понял, потому что у комбинатора это не так просто. Да это очень сложно, я всегда это знаю. Да в каждой профессии есть свои нюансы, сложности. Ну, на самом деле, блестящая история была, когда действующий игрок брал после матча интервью у главного тренера. А ты знаешь, как я хотел провалиться сквозь землю, когда я не знал, что спросите? И когда я спросил, а мы чуть глазами не съели. Потому что с Евгением Игоревичем, в принципе, было иногда очень непросто после матча на пресс-конференции. И у меня вот бывает очень такое вот чувство, было довольно часто. Как это у тебя было? Тем более, вот тот матч, где мы должны были выигрывать, все складывалось за нас. Я помню, что я ему задал вопрос. Какой вопрос задал? Я не помню, какой я задал мой вопрос сейчас. Там что-то, по-моему, как оценить этот матч вообще? Что получилось, что не получилось. Когда я увидел глаза, о чем речь, что ты говоришь и так далее. Ну, хотя я думал, что он мне скажет, если состоится у нас диалог с ним по поводу этого. Но ответ был очень хороший. Но ответ был, да, адекватный, рациональный, правильный. Поэтому он сказал все, что я и хотел услышать, так скажем. Двигаемся дальше. Да, скоро отпуск. Любимое время для футболиста. Да. Хотя у тебя уже, в принципе, он начался. Да, хотелось бы у тебя хобби. И одно из них мы знаем, тоже про него спросим. Про рыбалку? Ну, да, естественно. Ну, давай ты сразу расскажешь историю, когда ты ездил с Игорем Раковым ловить рыбу. Пошел подсекать рыбу и упал в пруд. А, вот эта история. А, да, еще другая. Отлично, отлично, отлично. С Игорем Раковым у нас очень много историй. Он мне рассказал не одной, к сожалению. Кто сказал? Не рассказал не одной. А, ну, он мне скажет. Мне даже видео, кстати, есть, где он полез за моей этой удочкой. Да, я не помню эту историю толку. Я тебе говорю, я помню, что по видео было очень... Ты вообще по жизни всегда снимаешь видео, чтобы потом вспомнить есть что-то? Ну, на всякий случай, чтобы, да, моменты картинки возникали. Хорошо, ты так это. Пазлы складывались, так скажем. Ну, хорошо, а как ты упал-то, расскажи. Да, как я упал? Обычно упал, забросил что-то удочку. Я сейчас не вспомню, честно. Я начал тащить, тащить, тащить. И был... Я помню, что была вот весна или осень, но холодное время года. И была влажная почва. Я соскользнул и упал. У меня еще, по-моему, сломалась удочка или что-то. Потом он полез голышом за концом удочки. Я это туда снял. Вот это я точно был. Ну, как атмосфера была? Много людей играло, когда Тишкин ушел под воду? Ну, так, посмеялись нормально, ребята, да. А может, есть какая-то история, которую ты хотел как раз рассказать про рыбалку? Нет, они все такие... Рыбанские, рыбанские такие, да? Настоящих русских людей. И здесь ставка из особенностей национальной рыбалки, да? Знаменитое это. Типа того. А какие еще, может быть, хобби у тебя есть какие-то? Не знаю, раньше любил книги. Я очень любил книги, читать психологию. Не знаю, прям с ума сходил по ней. Потом, в конце концов, пришел к тому, что каждый сам себе психолог из нас. И психология вообще нужна лишь для того, чтобы справиться с какой-то очень сложной или тяжелой ситуацией в жизни. Как бы без посторонней помощи, которой ты не справишься. Но это уже врачи, как бы психиатры, психотерапевты. Я думаю, еще хобби какие у меня. Да нет никаких хобби. Сейчас играю в этот, в как его, в PUBG. Да ладно, тоже практикуешь. Да, благодаря одному моему товарищу, Аслану Дудееву, про которого уже звучала фамилия его. Ну, если их снимать было отдельно, например, когда они играют, там просто феерия какая-то. Беги сюда, потом, если Тишкин не прикрыл Дудеева или Дудеев не прикрыл Тишкина, начинается настоящая перестрелка уже только в номере отеля. Жена мне вообще с ума сходит по этому. Какой же ты пример подожди? Причем ты же покупал какие-то джойстики, но телефон специальный. Есть и джойстики, и гарнитура, да, это только что я не пробовал, только что я не заказывал, напальчники всякие и так далее. Сейчас уже это более, как бы менее остыло вообще, стал проще относиться, могу поиграть, могу не поиграть. А раньше это было вообще как наркотик, наверное, каждую свободную минуту, секунду. Телефон разбивал? Нет, я настолько никогда не эмоционально. Я просто подумал, мало ли, всякое было. Нет, кидал, но не разбивал всегда в последний момент. Единственное, что было на сборах или при заезде в отель, это когда ты звонишь Тишкину по поводу какого-нибудь там, не знаю, мероприятия или съемки, а он в это время играет, и он просто уже по голосу понятно, что ты ему сейчас просто интернет прервал. Восхитительная история была. Да, бывало, бывало. Давайте потихоньку закругляться, осталось буквально пару вопросов. Макс, ты являешься капитаном команды, ты провел 100 матчей, ты один из сторожил команды, и насколько я знаю, ты уже купил квартиру в Калининграде. Как отнеслась к этому жена, все ли устраивает семью, детей, и насколько ты хочешь задержаться в этом городе? Ну, как ты говоришь, Карпин, у нас капитанов много, поэтому я один из капитанов. Это правда. Это в любом случае. Команду не делает один человек, команду делают в том числе и вы, и медицинский штаб, и работники, которые просто сидят в офисе, бухгалтера и так далее. То есть, это вся работа воедино, она вливается в какой-то конечный результат. Если кто-то будет одеяло на себя тянуть, это будет неправильно, но это в первую очередь. Это про капитанство. По поводу переезда сюда, вообще планировали жить в Уфе или в Санкт-Петербурге. Соответственно, когда жизнь сложилась так, что мы оказались в Уфе, и нам достаточно комфортно было жить там, мы решили, что приобретем недвижимость там. Соответственно, после того, как мы уехали туда, побывав в разных городах, больше всего и больше, наверное, в плане бытового образа жизни, комфорта, вообще доступности жизненных каких-то нюансов, востребованностей. Это был самый лучший, наверное, город, не беря крупные города, да, здесь это город… Ну, ты сейчас про Калининград говоришь. Да, это город не Миллионник, но здесь есть все, как в городе Миллионник, плюс здесь есть море, много разных направлений на море. Здесь есть визовые центры, что немаловажно, в провинциальных городах каких-то вспомнишь, что есть визовые центры. Ну, тут это необходимость, потому что… Два, три, да, соответственно, да. Герпичное положение обязывает. Здесь очень зеленая зона, то есть здесь воздух своеобразный, здесь, да, климат, возможно, немножко своеобразный в том плане, то, что там можно первое время, наверное, ходить с соплями там и побаливать. Ну, ветреная, да, ветреная. У нас дети, кстати, по-моему, только через… Спустя полтора года без соплей канатизировались полноценно, да. Ну, и была пандемия, мы приехали в Калининград, думаю о том, что делать дальше. Думаю, может, хватит, типа, платить, сколько мы здесь уже, там, три года, по 50-60 тысяч за квартиру, соответственно, потому что у нас большая семья, там, в однокомнатной, двухкомнатной… Ну, понятно, понятно. Мы не уживемся, да, если раньше, до 2018 года, до Чемпионата мира цены были на аренду жилья… Да, даже не на 50, в каких-то случаях на 60, да, на 70, соответственно, можно платить, там, грубо говоря, за свою квартиру, взяв ипотеку, там, и так далее. Потом мы пришли к идее, что будем жить здесь полноценно. Я спросил у супруги, тебя здесь все устраивает? Она сказала, что да, у детей. Соответственно, я не делал там, и не принимал этого, как бы, решения в одиночку. В любом случае, у меня всегда, как бы… Коллективное решение. Коллективное решение у детей. Детям тоже здесь супер, детям здесь очень нравится. Поэтому мы решили, что просто продадим квартиру в Уфе и возьмем квартиру здесь. О чем ни капли не жалеем и, надеюсь, что не пожалеем. Нашим болельщикам… Ну что, Александр, финализируйте уже. Да, и два вопроса. В одном из своих интервью, которое было несколько лет назад, ты говорил о том, что в Калининград отличаются еще и атмосферы боления. Что можешь сейчас сказать? Еще прошло несколько лет. Еще несколько лет прошло. Ты сыграл 100 матчей и… Да, 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 здесь своеобразная манера боления. Если на тот момент, когда я, наверное, давал вам интервью, это был еще старый стадион, нет? Да, да, 100%. Я думаю, да. Это, знаете, как отец меня в детстве водил. На это у нас было развито. Ну, летом, соответственно, футбол, зимой спидвей на этом же стадионе. Ситотехник у нас еще был. Где мужики все, как друзья, там соберутся водочки, выйдут, где шашлычок, жарят. Ситотехник и еще потом возят пруда, да, в Царанске был стадион? Лис, но он и есть. Это старт, что ли? Да, да, да. Существует. Нет, а ситотехник в центре города раньше. Я знаю, да, возле рынка, по-моему. И, соответственно, вот эти воспоминания с детства напомнили мне то же самое, когда я приехал сюда, в Калининград, старый стадион. И та же самая атмосфера. Люди приходят, но уже, конечно, без алкоголя, там, без всего, без всего. Но они сопереживают. И переживают действительно за клуб, болеют и так далее. То есть это чувствовалось. Сейчас... Новый стадион. Новый стадион, трибуны увеличились, да. Болельщики, соответственно, тоже уже с новыми взглядами, да. Есть свои нюансы, но в целом, как бы, меня устраивают полноценно. Болельщики наши, наш фанатский сектор. Люди вот думают, что вот нет там претензий, да, в каких-то командах. Да, они везде будут, критика, она везде будет. Она всегда нам встречается, да, на протяжении всей жизни. Сейчас каждый человек, ну, более образованный, наверное, более умный становится с каждым годом, какие-то эволюционные. Даже сейчас дети, он, то, что обучают, там, у меня дочка во втором классе, то, что мы обучали, там, в седьмом, шестом классе, да. Также и люди своей, там, образованности не стоят на месте, взять наших болельщиков. Поэтому они тоже хотят, они же видят наше развитие, да, клуба, и они тоже хотят большего. То, что они привыкли видеть, грубо говоря, там, в первой лиге свою команду, которая, там, то болтается внизу, то в середине, то вроде как и хотят в РФПЛ, да, в РФПЛ, как раньше было, РФПЛ, да, РФПЛ. Ну, вот, они тоже имеют на это право требовать, я считаю, что, ну, и мы, наверное, в первую очередь, такой регион, такая атмосфера клуба, такой стадион, что мы заслуживаем, наверное, это. Ну, и в завершение, наверное, самый главный вопрос, ради которого мы все сегодня собрались. Твой самый памятный матч за Балтику, вот сразу же, что в голове всплыло, 100 матчей? Не, наверное, не первый. Не, не, я имею в виду, первое, что в голове. Первое в голове? Да, да, да. Какой матч вот прям всплыл? Последний. Собственно, понятно, да, еще бы. Да, так, чтобы глобально взять, самый памятный, чтобы до муражек таких очень много было матчей, если честно, когда мы на последних минутах забивали голы. Очень много. Это мы любим. Да, это мы можем, да, это мы можем. Да, мы тоже в этом любим, да. Да, им три года конца держать, да, да, да. Так нету конкретного матча. Ну, те матчи, которые мы вырывали в концовке, они все прям памятные, наверное. Макс, ну и мы решили не оставлять тебя без конкурса. Это я должен буду подарить подарок какой-то? Нет, нет, не подарить подарок. Мы хотим понять, какие центральные защитники тебе нравятся, их игра и кого ты выведешь в финал этого конкурса. Начнем. Саша, предлагаю тебе первым, первые две кандидатуры. Тебе нужно оставить кого-то просто в игре. Давай из каких двух. Мы будем выводить это на экран. Да, у нас две категории, old school и new school. Да. Можешь так сказать? Сейчас выбирать. Мы будем озвучивать. Давай, вот из этих. Тиаго Силва и Серхио Рамос. Кто у нас проходит дальше? Рамос, конечно. Почему? Конечно. Слишком уверенно сказал. Потому что он мне нравится в игровом плане и в ментальном. Окей, Серхио Рамос остается. Теперь мои картинки. Это Рио Фердинанд и Фабио Коновара. Фердинанд, не больше. Ближе по душе. Фердинанд у нас уходит к Рамосу. Саша? Следующий у нас этот лысый мужчина, знаешь его? Жерар Пике и Япстам. Япстам? Да, он не знал. Он в Ваяксе не играл? А? Конечно. Играл, да? Ну тогда понял, лицо-то знакомо. Блин, не помню. Ну, честно, я не помню, как он играл хорошо. Япстам не помню. Но я думаю, он был лучше, чем Пике. Я выберу его. Япстам? Да. Япстам уходит у нас тоже в эту категорию. Ну и последнее, самое сложное, то, что мы оставили. Это Паоло Мальдини и Сергей Игнашевич. Ну это же нечестно. Почему? Почему нечестно? Потому что. Выбирай Паоло Мальдини или Сергей Игнашевич? Паоло Мальдини. Ты выбираешь Паоло Мальдини? Ну, в каком плане? Я не знаю. Я не знаю, что кто-то присел и скорее веку запасную. Ну, что в реалии таковую. А сейчас Бузи мне пауза, когда все это забудется. Окей. Паоло Мальдини, Сергей Игнашевич покидает нас. К сожалению, да. Я думаю, он сам согласится с этим. Хотя, не знаю. Ну что, давайте мы теперь замиксуем и сделаем такие выборы. Это Паоло Мальдини и Серхио Рамос. Рамос. Рамос у нас проходит в финал, получается. И последний это Рио Фердинанд и Япстам. Еще раз повторюсь, что не помню, как играл Япстам. Фердинанд. Фердинанд. Ну и что, последний выбор? Рамос. Серхио Рамос? Да. Серхио Рамос поближает. Вот такие и пришли к ответу, да, кто лучший ЦЗ для Максима Тишкина. Да. Если честно, да. Сергей Игнашевич в первом, кстати, вылетел Рамос. Надо было его попозже, да? Хотя бы до финала хотя бы. Я по-честному сказал, поэтому. Но это и есть, это и весь Макс, собственно. Честность и Мордовская честность. Окей, поздравляем Серхио Рамоса и Макса Тишкина. Но если бы ты был, ты бы дошел до финала с Рамосом? Нет, как бы куда. Да, это что? То есть ты еще раньше Игнашевича скачал бы? Естественно. До Игнашевича надо жить, да жить, пахать, да пахать. Что я уже не сделал, я думаю. Все, поздно. Это был Максим Тишкин, Александр Строк и временно заменяющий Виталия Макарова Юрия Ракелян. Спасибо. Спасибо тебе, Макс. Было приятно пообщаться. Вперед, балтицы! Вперед, балтицы!